Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесной». Сегодня в гостях у нас в студии наш добрый друг, это уже не первый наш эфир, Александр Трофимович. Здравствуйте! Приветствую вас! Можно руку пожать? Приветствую! Я очень рад, что вы сегодня с нами. И вот вы знаете, есть люди, которые, наверное, за последние 30 лет оказали весомый вклад на евангельское движение в нашей стране, в России. Я сегодня, знаете, хотел с вами обсудить тему, которую сам Господь поднимает в книге «Откровения», когда Он говорит «не холоден, не горяч». Тему теплохладности. Не кажется вам, что мы вошли в этот период, когда какое-то безразличие к тому, что происходит в стране, в обществе, нас подталкивает христиан ко всему, чтобы мы были тепленькие, не лезли никуда, чем не занимались. Фактически нас вытеснили из всех сфер жизни общества. С молодежью не дают заниматься. С детьми тоже большие проблемы. Все законодательно. Лагеря нельзя проводить, выезды нельзя, ни с молодежью, ни с детьми. Вытолкнули из всех учебных заведений. Что оставили? Репцентра и помощь бомжам. Ну, для евангельской церкви. И то сейчас идет усиление. Вот буквально сегодня мне звонили из антинеркотической компании с проверкой всех. Дали указания из Москвы проверять все. Что вы думаете? Ну, о теплости сказано в откровении. Вы же сами упомянули эту тему. И сказано, что это признак последней церкви ладикийской. Если бы ты был холоден или горяч. Ну, насчет меня все, я все время задаю в этом случае вопрос. А что было бы, если бы ты был холоден? Почему-то все думают горячий и теплый. А холодность куда-то выбрасывает. А там же все три состояния. Так ты холоден или теплый все-таки? Мне кажется, что теплый все-таки чуть-чуть ближе к горячему, чем холодный. Может, холодный разум, холодное сердце, что важно? Нет, я думаю, что это совсем о другом. Ну, так вот, это признак последнего времени. И он осуществляется. И кроме этой теплости еще мы видим другое. Господь сказал, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь. Опять, если говорить четко о словах, во многих, но не во всех. И опять же, к сожалению, во многих. И поэтому смотришь на что и удивляешься. Я считаю, что вот в связи с коронавирусом больше всех пострадали церкви. Да, это факт. Во-первых, они демонстрируют послушание властям. Ведь власть заботится ни много ни мало, как о здоровье верующих. Это же чуть ли не святое дело. Вот, и второе, что перестали ходить прихожане в церковь. Никто не гонит, никто не запрещает. Раньше запрещали ходить в церковь, а сейчас верующие сами выражают готовность не ходить в церковь. Неопределенно долг. Думаю, что большая часть наших церквей протестантских, соблюдающих коронавирус, не вернутся назад к своей деятельности. Даже так думаете? Ну, так видно по многим церквам. Поэтому это признак последнего времени и ничего больше он осуществляется. Все тут, жалей, не жалей, топай ногами, прыгай через диван. Это же происходит. Второй вариант, конечно, если не учитывать только признаки, надо сказать, что кто вам должен о вас позаботиться. Вы что, считаете всерьез, что органы власти должны подумать, как вам открыть лагерь? Они должны вам подумать, как вам улучшить ситуацию, да, и помочь евангелизации. Вы всерьез так думаете? Нет. Нет? Ну, мы всегда придерживались принципа, что хотя бы не мешайте. Самая лучшая помощь от государства, чтобы не мешать, не трогали. А где ты видел государство, которое не мешает? Ну, да, и американская, если возьмем американская, государство тоже регулирует религию, еще будь здоров как-то. Нас там за одни убеждения, а их за голубых, да. Отказался сочитывать голубых в тюрьму. Ну, мы, извини, еще до этого не доплыли. Ну, там хоть свидетели Иегова свободно дышат, а у нас-то все, все потюрьма. Ну, трудно сказать, что вот, я думаю, что свидетели Иегова, какая-то досадная ошибка государства, они не понимают, что они делают и зачем это делают. И взялись они явно не за тех. Год назад президент высказался по этой теме. Но опять же высказал подачи какого-то человека, слаборазбирающегося в вопросах религии. Я хочу сказать, что специалисты в области религии, которые раньше были специалистами, они ушли или их выгнали по возрасту, по ряду других причин. Но те специалисты, которые сейчас специалисты, ну, как сказать, да какие они специалисты? Да никакие. Они не могут отличать одних от других и одно от другой. Поэтому, что пришло им в голову, то они вот пролоббировали президенту. А в общем-то, кроме потери авторитета и обычной глупостью, это не назовешь. Ну, что сделать? Что есть, то есть. Чем? Что имеем, тем и хвалимся. Понятно. Вы всю жизнь, вот для меня, наблюдая со стороны, мы близко с вами не были никогда, я из другого как бы рода племени, да, христианского, писяднического. Вы были таким, знаете, вот со стороны наблюдал, активным во всех сферах жизни. У вас всегда была позиция в политике, в бизнесе, в церковном устройстве. Вы такой человек, вот, ну, я даже не знаю, с кем сегодня сравнить, не знаю, вас в евангельском движении. Человек, который вот оказывал влияние и оказывает, наверное, на все сферы жизни. Вам вот уже, вот у вас седина, да, кажется, что жизнь уже подходит к тому, чтобы однажды уже вернуться в вечность Господу, да. Вам не хочется вот тоже охладеть, тихонечко доживать, или все-таки у вас есть позиция передавать что-то следующему поколению, быть примером, советовать. Ну, я считаю, что я уже максимально все передал. Я передал все свои должности, руководство, всеми союзами и активностью, да. Осталась у меня церковь. Вот тут ум, это сердце ваше. Осталась церковь, и ту я пытаюсь передать, не получается. Вот, а я считаю, что надо вовремя все передавать, да, не глядеть на наших правителей, которые не могут ничего передать. Я хочу сказать, что это не на пустом месте, да, я в ужас прихожу, если бы, если представлю, что Путин завтра уйдет, и мы не найдем ни пятого, ни восьмого, ни двенадцатого угла, что потом нам делать. Россия всегда управлялась царями в сознании, царя, нашим царей нам добраться до американской мечты, как они там поливают друг друга, ну извини. Мне кажется, что американские выборы, последние всему миру, продемонстрировали, как не надо делать демократию. Это же обычная дерьмократия, дерьмократия, а не власть народа. Ну что там, это же и смех, и грех у нас намного, мне кажется, поприличнее. Я стараюсь все передать по возможности, но удивляюсь, какая необходимость у тебя меня хвалить. А я не хвалю вас. Лев пьяных не любил, сам в рот не брал хмельного, но обожал подхалимаш. Я знаете, почему задал этот вопрос? Чего? Мне кажется, что вот люди вашего уровня, это мое глубокое убеждение, почему я вот и хотел сегодня с вами встретиться, поговорить. Ну, мое убеждение, должны быть отцами и направлять вот молодежь. Например, недавно мы разговаривали с Юрием Килловичем Сипко, я поднял вопрос, не случайно поднял отношение нас, христиан, к войне, к событиям, которые вот сейчас рядом с нами, с Украиной, Армения, Азербайджан, есть позиции или нет? Потому что, насколько мне понятно, что последние позиции вырабатывались как раз и христианами, и баптистами в 1920-х годах. Отношение брать оружие не брать, к присяге, ко всему. Почему я вот о вас заговорил, да? Вам хочется уйти и все вот отдать, и остаться в стороне, или все-таки быть сзади, немножко и направлять молодежь? Почему я это говорю? Мне кажется, вот молодое поколение, даже до 40 кто, они попали, вот знаете, во что? Я сам читаю книги, смотря свидетельства, Иван Христиан, вот весь советский период шли в армию, например, я армии коснулся, да, не принимали присягу, не брали в руку, в основном все шли в стройбат, всех посолят туда, и у меня много друзей, которые вот постарше, да, которые говорят, вот верующие мы были, из верующих семей, с Украины, отовсюду, нас посылали туда, и замполит нам два года там пытался нас совратить в свою коммунистическую веру. Но мы там в самоволке бегали, рассказывали, много этого всего материала. И вдруг мы сегодня осознаем, без всяких церковных доктрин, без всего, вот эти наши отцы, да, наши братья старшие, и вы, и все остальные, ну, я о вас не говорю, я не хвалю вас, вот, вдруг, как будто все это было напрасно. Зачем тогда сидели в тюрьмах, в штрафбатах, зачем терпели эти издевательства? Была какая-то церковная доктрина у иванских христиан, что клятву не произносим, оружие не берем, грубо говоря, да. Но сегодня все как-то быстро сменилось, сегодня как-то не возьмешь, там, присягу не примешь. Даже никто не задается этим вопросом. И вот у молодежи диссонанс. Вроде, а зачем вы тогда страдали? Зачем ваше поколение все это переносило? Зачем такую верность? Сегодня свидетельствует, а молодежь не понимает. А что такого, принял присягу, я же на службе родине своей, я ее защищаю. Ну, надо небольшой экскурс в историю сделать. Я хочу сказать, что хорошо, больше всего нас гнали в царской России. Как бы там мы ни говорили об ужасах коммунистического режима и прочих властях, то больше всего нам доставалось при царизме. Тогда просто на любом сходе имели право, в сельском сходе, отобрать детей у верующих и передать на воспитание православным. И делалось это во главе с урядником, без всякого суда, прокурора и прочих надзирательных функций. Но, слава богу, кончилось это, наступила эра свободы. Она была очень недолгой, да, с 17-го года где-нибудь по 22-й, 24-й. И за эти годы верующие не успели выработать, на мой взгляд, просто не успели выработать систему взаимоотношений с властью. Да, отличались иванские христиане, отличались своей точкой зрения от... Ну, про ханом много сделал. ...баптистов, да, от баптистов. Вот они спорили на тему отношения к власти. Но верующие того периода жили коммунами. Вот собралось село, все верующее, все вроде замечательно с экономической точки зрения. Но ночами и даже днями набегали банды, грабители, и все отбирали. Естественно, верующие идут к властям и говорят, защитите нас. Начальник того районного управления внутренних дел открывал сейф и говорил, вот вам 10 винтовок и ящик патрона. Защищаетесь? Нет, говорят они, мы стрелять не будем. Мы убивать не имеем права, вы нас защитите. Ну и что должен делать этот начальник милиции того округа? Естественно, смеялся. Ах, вы не хотите? Ну, пусть вас грабят, значит, у вас много денег. И я хочу сказать, что вот эта система обороны или защиты своей жизни, она уходит корнями у нас в Евангелие и путается в системе взаимоотношения властей. К властям. Пойдем мы воевать за красных или не пойдем? Поначалу это все сходило с рук. Хотя и евангельских много было у нас, в двух союзах говорят, от трех до пяти миллионов было, и к нам повалили вся молодежь за справкой. Справка пресс-фитера, что он является членом церкви, давала освобождение от армии и не ходить на гражданскую войну. Да, это фактически. Поэтому надо быть к себе более честным и справедливым. Где кончается правда, и начинается Евангелие, и где кончается Евангелие, и начинается житейское приспособление. Поэтому, вот мне кажется, что не успели выработать, а потом это безбожие. И мы думали, вот на Западе верующие хорошо живут, а вот мы в России за железным занавесом плохо живем. Но действительно, всех верующих российская, советская власть уничтожила. Она же не уничтожила только евангельских верующих. Там всем доставалось, всем бывшим. А все были бывшие, попы были бывшие. Политические деятели того времени, тоже бывшие белогвардейцы, и всех хватало. Ну и решили, заодно не разбирая, вычистить всех. И вычистить решили. Огромное количество людей было расстреляно. Без суда и следствия, и верующие в том числе. Что является, конечно, безобразием и подвержено всякому осуждению. Справедливо, на мой взгляд. Но если говорить о нашем отношении к властям, то надо быть честными. А какое отношение верующих правильное в мире к властям в Америке? Там, кто хочет, идет служит. Кто не хочет, может не. Ну и у нас сейчас есть альтернативная служба. Не очень много верующих почему-то идут, я тебе скажу. Я знаком с этим. А в основном идут, да, Бог с ней. Оказывается, слово «клянусь», которое было у нас преткновением, можно заменить на слово «обещаю». И ничего страшного, да. Или вообще его пропустить, и вообще клятву хором произносят. Не каждый, не в каждой части. То есть, что, это время приспособленцев? То есть, вроде как, есть нерегистрированные, церкви не регистрируют, да? Но какие-то миссии можно регистрировать, это уже не люди. Бог не посчитает тебя, как они накажут. Это нерегистрированные, но под миссией какой-то, пожалуйста. Да, регистрируйте, что угодно. Один мне брат говорит, Володя Ореховский говорит, приходит к нему брат и говорит, а ты можешь нас зарегистрировать, как нерегистрированные? Ну, об этом можно много рассказывать, и всё это не так смешно, если бы не было так грустно. На мой взгляд, нам надо в теологии нашей, в наших убеждениях разобраться с Евангелием, что мы думаем о власти. Если мы почитаем Евангелие и другие книги Священного Писания, то не находим мы необходимости противиться власти. Наоборот, везде покорность, да? Павел, такой самый активный миссионер, основавший, по сути дела, языческое христианство, и тот во всех посланиях говорит, учи их, быть властям покорным. Ну, сам был непокорен, когда получил по лицу, так сказать, начал требовать своих прав. Ну, он о правах заявил, что без суда били римского гражданина, да. Ну, и получил бесплатный билет до Рима, через всю империю проехаться. Ну, опять, под конвоем же. Что есть, то есть. Но человек знал свои права и требовал соблюдения. Ну, я не думаю, что кроме этого есть какое-то, кроме этого, притянутого, я считаю, утверждения, что у нас есть основания противиться властям в соответствии с текстами Священного Писания. Ну, мы-то здесь и не говорим. Хмалиться, сказано, быть послушным, что власть носит меч на законных основаниях и не говорится нигде. Вы разберитесь, это власть законная, от Бога или не от Бога. А что сказано? Всякая власть от Бога. Вот и бейна. Это нам не нравится. Понимаете? Особенно вот в новых наших образованиях, демократических, там по-другому думают. В наших республиках. Сейчас свежий вопрос, как вот христианам быть в Лукашу Белоруссии. За Лукашенко или против Лукашенко. Лукашенко говорит, а и вы там в церкви, вы там не особо вмешивайтесь в политику. Ну, посмотрите, как голос подняли католики и православные. Да. За народ, за людей. А за ней это обязанность священников? Так это же организованные группы. Верующие это всегда организованные группы. Это не секрет, что коммунисты нас рассматривали, верующих, как политическую партию оппозиции. Всегда. Да. Пятая колонна. Потому что организованная группа, есть взаимоотношения между собой. Естественно, власть не может смотреть сквозь пальцы на все это. Но не любят у нас рассуждать относительно текстов священного писания и власти. Они не в нашу пользу. Не в пользу нашего поведения, точнее. На Украине, братья, так они вот почти у власти и чуть ли не строят царство Божие на земле. Пока еще рано им царство строить. Ну, а почему нет, если они у власти? Пусть, да. И тогда надо вспоминать утверждение сатаны, что все тебе дам, если падше поклонишься мне. То есть, и Христос говорил, царство мое не от мира сего. А мы говорим, нет, а дожди. Вот мы сейчас станем царями и сделаем. Ну, то есть, это второе местописание, где мы сейчас показываем, что все власти под руководством сатаны все-таки. Да, мы здесь царство мира сего. Оно явно не у Бога, и Господь сказал, царство мое не от мира сего, иначе бы мир за мной бы пошел. А так мир идет против меня. И вот я думаю, что теологически нам надо разобраться нашим отношением к власти. Тогда все будет легче. Ну, тут же не только к власти. Вот мы начали, там, армия, власть, все вопросы, да? Вот я хочу понять, может быть, это сейчас время для наших структур, для союзов? А задачиться вот с серьезными теологическими вот такими вопросами. Отношение к тому же оружию, к властям, ко всему остальному. Никто же, ни в одном союзе сейчас не ведется вот таких вот серьезных разговоров или теологических каких-то споров, которые были в 20-х годах у евангельских и у баптистов. Ну, может быть, и ведется, но много чего где публикуется, много чего пишется, мы все прочитать не можем и даже знать не можем. Ну, союзов-то немного. Все ресурсы их точки зрения. Ну, я хочу сказать, что, в общем-то, руководство союзов не любит рассуждать на эту тему, к сожалению. Ну, давайте хотя бы мы обсудим эту тему. В советское время только Карев рискнул написать книжку или трактат христианина, и время он его назвал. Но, по сути дела, это была попытка объяснить его точку зрения по отношению к коммунистическим властям. Она мало кому понравилась, потому что тогда было принято или модно ругать власть, а тут принято хвалить. Хочу сказать, что, когда началось первое гонение христиан в Иерусалиме, то сказано, что они рассеялись. Коммуна была ведь. А они продали всю землю, я вам хочу сказать, все имущество, сложили деньги в кассу и разбежались. Я все говорю, а касса-то у кого осталась? Это опасно. Касса первой церкви у кого осталась? Но мы видим, что собирались и помогали финансово Иерусалимской церкви, многотысячной по тому периоду, все церкви последовавшие. Так вот, отношение христиан к власти, к гонениям, не читали мы, чтобы они организовали вооруженное сопротивление, что они вышли на демонстрацию, что они взяли храм в кольцо, ничего подобного. Тогда власти, может быть, были покрепче, а все-таки римские солдаты, они очень дисциплинированы и не рассуждали никогда. Это ни о чем, кроме приказа командира. Поэтому последующие христиан брали и кормили ими львов и зверей и делали из этого зрелище. И христиане терпеливо не десятилетия, столетия несли, покорно несли это гонение, и были съедаемы, и замучены были. Да, и, скажем, никого. Весь мир, христиане, которых весь мир не был достойным, скитались. Но пришло другое время, и власти стали христианские. Я хочу сказать, не намного лучше христианство стало от этого. Ну, это уже другая история. Но отношение к гонениям, это была отдельная тема. Потом много веков прошло, советская власть, отделенные, нерегистрированные псятники, нерегистрированные баптисты, они были впереди, и даже устроили демонстрацию в здании ЦК. И даже печатали подпольно, незаконно, против властей. И вас посадили именно за это. Но вот мне внутри кажется, что это геройство. Вот это отношение к властям, собраться у стен ЦК, я думаю, что и сегодня мы не в состоянии. Наверное, нет. А тогда вот собрали 500 человек. Сколько, говорят, с электричек поснимали? Пишут же в фейсбук, вы бы это доработали. Опять отношение к власти, и надо в этом разобраться. А как нам относиться к гонениям и к преследованиям? Тебя гонят и преследуют. Как ты относишься к власти? Нормально, молюсь, пытаюсь выстроить диалог. На весь мир объявляешь об этом и говоришь, ай-яй-яй, помогите нам. Есть. Нас гонят, да. Взгляд с небесной – это целая программа, которая рассказывает больше всего о гонениях Нарадкина. Нет, мы всех берем сейчас. И его церковь. Нет, нет. Ну, конечно. Материалы мало. Мы смотрим по стране, все увеличится. Хорошо. Мы же работаем с юристами. Опять, вы сделались рупором поддержки гонимых. Знаете, когда? Когда вот брали интервью одного известного у нас политика, и он сказал, я поднимал вопрос защиты верующих, я говорю, почему вы не защищаете права верующих? А защищаете права ЛГБТ, известный юрист у нас, и он сказал, знаете, они хотя бы что-то делают, они хотя бы выходят и говорят о себе, а вы-то, говорит, молчите, а вас никто не знает, кто вас защищать будет. И он говорит, займитесь просвещением, посмотрите, сколько у вас страдает, и иначе вы будете так потихоньку, кто вас защищать-то будет, кому вы нужны. А вас никто не знает. Ну, вот опять. Нам как бы нишу отвели, сидите тихонько, помалкивайте, и, может быть, мы вас не тронем. Опять мы возвращаемся к тому же самому. Почему ты решил, что заявлять о своих правах намного правильнее, чем терпеливо сносить мучения? А мы и заявляем, и терпеливо сносим. Выгнали из храма, мы палатку поставили, мы мерзнем. Все-таки ты не хочешь мне ответить на вопрос, почему первые христиане предпочитали сносить мучения и умирать за них, а современные христиане предпочитают говорить об этом всему миру и искать солидарности. А разве не на весь мир Библии написано о всех гонениях и страданиях христиан? Ну, и когда о вас в Библии напишут и права вас просчитают. Нет, я говорю, что есть документ, который сразу же стал известен в веках и в истории. Но все-таки как примирить вот эти две позиции отношения христиан к гонениям? Почему вы считаете, что... Вы можете мне сказать, что первые христиане терпеливо снося издевательства и то, что их скармливали же зверям, они были неправы? Нет, я такого не скажу. Я наоборот скажу, что есть утверждение, я как бы его придерживаюсь, что Колизей стал как раз той точкой, которая дала вот евангелизации и росту церкви, самый-самый-самый вот такой... Так они были... их поведение было правильным? Правильным. Почему? Для своего времени. Тогда давайте к Лютеру вернемся тогда. Зачем Лютер все это поддал? Реформацию. Зачем он прошел пор против власти? Мы же протестанты. Мы же знаем, откуда мы возникли. Мы знаем, кто подарил нам это удивительное критическое мышление, отношение ко всему. Задавать вопросы, спрашивать, не соглашаться с чем-то. То есть время такого безропотного перенесения гонений и отношения к этим гонениям закончилось. Я не скажу сейчас про время, я вот к Лютеру опять понимаю, что он ходит. Нет, я не ухожу. Жертвы, которые приносили христиане безропотного, они были публичные. Это было в свою очередь некая там, сказать, медиа, когда Колизей собирался. Сегодня канал «Взгляд с небесный» такая же публичная арена, на которой распинают там не только Радкина, но и люди. Хороший поворот. Мы с вами мысль сейчас, Александр Анатольевич, начали проговаривать мысль, которую услышат и задумаются другие пастора. Что пришло время нам начать обсуждать серьезные вещи. Очень серьезные. Лютер устал от лжи, от неправды, которая была в церкви. И выступил против этого. Хочу сказать, что Лютер все-таки не выступил против светской власти. Лютер выступил против неправды церковной власти. Его 95 тезисов не звучали светски. Ни одного политического требования там не было. У меня тоже не требовали. Там была перечислена неправда в церкви. И говорили, это неправильно. Мы затронули теоретические вопросы. Глубокие вопросы. Библейское отношение, или будем говорить, отношение Писания к гонениям. Да. И отношение христиан к гонениям на основе Писания. И все любители защищаться, тут же мне вспоминают Павла с его римским гражданством. Согласен. Или Христот. Но я не римский гражданин, и к счастью или к несчастью, не знаю, а российский гражданин, и пользуюсь правами российского гражданина. Но как правильно, я спрашиваю богословов в современности, как правильно относиться к преследованиям в свете священного Писания? Как у нас, все мы знаем. Как в Америке, мы тоже уже знаем. Есть позиции у католической церкви, у православных. А у нас, у протестантов есть что-то? У российских евангелих? Если брать протестантов в Америке, то недавно все это выстроено. А у нас? Если будет война, то церкви говорят, мы благословляем наши войска. Вперед, ребята. Воюйте. Главное, чтобы не на нашей территории. Точка зрения протестантов за рубежем. Главное, не на нашей территории. Отдалим всякие военные действия от себя. Ну, а в священном Писании есть период, есть набор текстов, которые мы не можем выбросить. И их надо читать, их надо цитировать, их надо прибивать к дверям нашей церкви. И не могу иначе, как он говорил наш. Так и не могу иначе. Только Писанием, только верою. Поэтому мы говорим, вот наша позиция в свете священного Писания. Другой вариант. Какой другой? Другой вариант. Надо создавать политические партии, брать власть в стране и устанавливать свои законы и свои порядки. Что, собственно говоря, люди и делают. Но тогда мы говорим, тогда нам некуда девать слова Иисуса Христа, «Царство мое не от мира сего». Каждый из нас, мне кажется, проходит периоды жизни, когда мы выступаем против и становимся воинственными. Я был воинственный, всю жизнь я воевал с КГБ, потом со всех «Б». Они пятый и седьмой угол не могли найти, когда я их доставал. Но прошли годы, я думаю, зачем я это делал? Зачем я это делал? У них не было смелости говорить вслух то, о чём они думают. Я помню, дружил я с председателем всех «Б» Ивановым, он говорит, «Сашенька, я не вижу сегодня иного способа, как полностью исполнять законодательство о культах. Или не существовать, как, например, у адвентистов». Адвентисты не соглашались, их союз был ликвидирован, ну, сохранили одну церковь, и то так, я думаю, для международного имиджа. Ну, было примерно что-то подобное и с баптистами. Но у баптистов было вот такое политическое крыло, выступающее против, нерегистрированное они создали то, другое, третье, четвёртое. И мы можем рассуждать, правильно это или неправильно, по-библейски это или не по-библейски. Можем сравнивать. Я хотел бы, чтобы об этом была открытая дискуссия. Но когда дело касается власти, особенно критики на неё, количество участников резко падает по ряду причин. И я с пониманием отношусь. Я так же понимаю, что люди боятся, есть что-то теряют. Как мне пишут, что старость, жизнь даётся всем, а старость избранным. Потому что далеко не все доживают до старости. Бог нам дал, отцам, заступникам, возможность рассуждать на эту тему. Кто боится, кто не боится. Кто переходит на крайние позиции. Мой друг Юрий Кириллович, он занимает такую крайнюю позицию. По каждому поводу. Ну, что я могу сказать. Это его право, собственно говоря. Каждый, сказано, даст за себя отчёт перед Богом. Главное, чтобы мы не боялись об этом поговорить. Поэтому спасибо, что ты, но я от тебя этих ответов не получил. И я понимаю, почему. Во-первых, нет, а во-вторых, кто его знает. На всякий случай можно же и промолчать. Ну, я стараюсь говорить с вами откровенно и честно. Вы всё равно, считайте, лезть, не лезть. Вот вы сейчас говорите, там нельзя о государстве. Ну, вы первые шли против государства. Моё мнение, нельзя, и я смотрю на вас, обожествлять государство. Государство вам запретило печатать Библию и распространять. Вы первые начали печатать и сели за это в тюрьму. И сказали, если государство слишком берёт на себя. Нет, ну, государство исполняет законы, создаёт законы, а мы исполняем только те, которые не противоречат священному писанию. Это об этом в писании написано. Конечно. Если писание говорило, государство говорило, веровать – это нарушение закона, мы говорим, извините. Мы здесь расходимся и соблюдать ваши законы не будем относительно вера. Как в Сидрах, Месах и Авдинага. Мы, говорит, не боимся. Бог нас силен защитить. А если этого не произойдёт, царь, твоим богам служить не будем. Это было нормально и ничего. Ну, и мы тоже считаем. И их бросили в печку. Ну, в той ситуации было чудесное избавление, но во многих случаях не было избавления. Сгорели, съели их, распяли, перепиливаемые были, мы читаем в 11 главе послания к евреям о вере. И ничего, и я смотрю, и наших братьев на Бутовском полигоне расстреляли, а сколько их расстрелянных и умерших по просторам нашей страны. Но они живы в памяти у Бога. И они с ним? Он из них воскресит. Вот они получат новые тела, чем бы ни закончилось их жизнь. Ну, мы ковырнули, если так можно сказать, такой пласт, который может потянуть разные темы, разные дискуссии. Вот отношения с властями. Ну, хочу. Вот вы сами сказали, должны ли мы всё соблюдать? Или только то, что не противоречит нашей вере? Нашей вере или священному писанию. И священному писанию. И священному писанию. Если запрещают... Мы путаем свою веру со священным писанием. Запрещают, закон гировой вышел, запрещают выходить, проповедовать. Или вот эти штрафы, которыми наводнили всю страну за немаркировку тех же книг, Библии и всего остального. Посмотрите, вот... Хорошо, заострю тогда на это внимание. Идёшь в любой магазин. Стоят Библии, Кораны, вся религиозная литература разных конфессий. Их не обязывают маркировать. Их не заставляют регистрироваться, что магазин, там как бы он ни назывался, это местная религиозная организация. Нас всех обязывают. Это уже дискриминация. То есть, религиозная организация обязана вешать на одну и ту же книгу. Что дискриминация, согласен. А что нужно делать с этой дискриминацией, хочу от себя услышать. Надо поднять эту тему. Никто же не задумывается. Ну как задумывается. Почему бизнесу можно торговать куличами, зарабатывать на этом? Как только мы что-то делаем. У вас маркировки нет, у вас этого нет, у вас того. Штрафы. Вот до миллиона рублей штраф. Ну, опять я задам вопрос. Не все же церкви с штрафой? Не все. Очень много. У православных не штраф. Мы говорим о нас, о евангеликах. Вы же, не хитрите, пожалуйста. Мы знаем, кто, так сказать, ко двору, а кто... Давай мы все-таки продолжим в следующий раз вот понятую тему отношения к властям в свете священного Писания. Давайте. Ну и пригласим, может быть, еще одного-двух умниц, которые могут что-то нам об этом рассказать. И продолжим дискуссию, которую так и назовем христианин и власть. Не христианин и мира, христианин, христиане и власть. Мира сего. Что это значит? Не опасно, темы мира сего. Мира сего сразу к словам Христа. Что это вся бессовская власть? Сатана нас готов уничтожить, а Господь за нас. Чего ты переживаешь? Я не переживаю. Пожалуй, мы на этом закончим. Приятно было увидеться еще раз на Небесной. Александр Трофимович, я благодарю вас. В Москве почему-то сегодня. Студия здесь. Взгляд с небесной. Благословений тебе, брат мой. И успехов в вашей нелегкой борьбе за сохранение своей церкви. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!